В мире фауны каждый день это борьба за выживание, и чтобы не погибнуть, звери вынуждены сражаться. Даже самым маленьким травоядным приходится драться в жестоких условиях природы. Вы на канале Факт Икс, и это вторая часть сражений между зверями. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! А знали ли вы, что медоеды – самые бесстрашные животные на планете? При своих весьма малых размерах, этот хищник может отпугнуть даже льва. На видео показано, как медоед расправляется с весьма ядовитой змеей. Даже после пяти укусов в лицо, медоед не растерялся и захватил свою добычу. И да, у этого дьяволенка сильно повышенная сопротивляемость к ядам. Немного отоспавшись, он полностью исцеляется от полученного урона. На первый взгляд, пингвины кажутся безобидными существами. Но когда дело доходит до драки, они становятся свирепыми птицами. В данном случае, самец решил поухаживать за самкой и не заметил еще одного ухажера. В итоге, два драчуна сцепились, и после быстрых и мощных ударов, герой этого видео побеждает и воссоединяется с самкой. Эти пингвины словно рыцари, сражающиеся за сердце дамы. Все знают, что мангусты и змеи – заклятые враги. И сейчас вы увидите, как умелый мангуст охотится на самую ядовитую змею. Только посмотрите, с какой ловкостью он уклоняется от выпадов черной мамбы, словно профессиональный боксер, выступающий на ринге. Немного истощив рептилию, четвероногий охотник готовится к финальному удару. И вот прыжок прямо в змею. Прокусив ей череп, мангуст выходит победителем из этой схватки. В вольтфильмах «Кенгуру» показывают как неплохих боксеров, и это неспроста. В грядущей схватке молодняк решил вызвать вожака и таким образом решить, кто будет управлять этой территорией. Сестая выстраивается в круг и наблюдает за бойцами. Бой начался, соперники стали обмениваться ударами. Однако опыт чемпиона чувствуется, и следующий выпад прилетает в пах к молодняку. Но, казалось бы, проигрыш не в его планах, и он наносит ответный удар. Получив еще несколько ударов в живот, юный боец решается сдаться. Все кончено. Вожак защитил титул чемпиона. Сражение носорогов со стороны не выглядит особо устрашающе. Но не стоит забывать, что это два огромных животных, которые весят более двух тонн, и что они вполне способны перевернуть грузовик средних размеров. В самом же видео вы можете заметить, как один из носорогов, выигрывая на протяжении всей схватки, внезапно пропускает удар в бок заостренным рогом, и ему приходится экстренно сдавать позиции, чтобы сохранить свою жизнь. Маленькое млекопитающее против змеи. Что может быть предсказуемее? Не спешите с выводами, так как перед нами противостояние ежа и маленькой гадюке. У ежа великолепная реакция, благодаря которой он с легкостью уклоняется от молниеносных выпадов ползучей рептилии. Достойная победа колючего представителя фауны. А сейчас вы увидите самую милую потасовку в жизни. Эти коалы решили побороться за территорию. Пытаясь достать противника с дерева, более агрессивная коала падает на землю. Однако это его не остановило, и уже со второй попытки ему удалось спустить соперника. И, конечно же, этим все не закончилось. Уже на земле противники начали драться во всю силу. Кажется, что еще чуть-чуть и провокатор победит. Но в последний момент он решает пощадить беднягу и убегает в поисках новой территории. Мир насекомых тоже может неслабо шокировать. В данном поединке сошлись Скорпион и Паук. Видимо, Тарантул хотел полакомиться Скорпионом и не на того напал. Держа передние лапы Паука, Скорпион просто игнорирует противника. Следующая атака стала рокобой ошибкой для Паука. Запрыгнув на Скорпиона, Паук не ожидал ядовитого укола. И спустя несколько секунд Паучишка погибает от яда. В этом противостоянии победа присуждается Песчаному Скорпиону. А на данном видео два молодых и буйных самца Антилопа решили побороться за самку. Своими мощными рогами они наносят друг другу колоссальный урон. Хоть рога и запутались, однако этих ребят это не особо останавливало. Видать, самка стоит таких усилий. Медвежьи бои звучит как исконно русский вид единоборств, но и выглядит он не менее устрашающе, чем звучит. Две двухметровые махины весом около полутонны схлестнулись в равном поединке. Единственная преграда это дерево, которое быстро выходит с поля битвы. Сфирепая борьба с использованием клыков, летящие клочья меха, множественные удары когтями в стойке. И вот, более крупный самец удостоверившись, что полностью отвоевал территорию, гордо удаляется в чащу. Кажется, что это обычная охота льва. Спустя некоторое время молодой лев настигает зебру и все званы ужин уже обеспечен. Но не тут-то было. На выручку прибегает еще одна зебра. Пару раз ударив льва мордой, жертве удается сбежать. Однако молодой лев не хочет упускать добычу, за что и поплатился. После мощного удара хищник остается сидеть в нокдауне и провожает зебр грустным взглядом. Кто бы мог подумать, что гепард сможет напасть на муравьеда. Но были и такие случаи. Этот гепард подумал, что это мирное животное не сможет за себя постоять. Легкая добыча. Однако инстинкт самосохранения переломил ход событий. После провала инициативу взял на себя муравьед. Несколько ударов хоботом и хвостом. И вот уже благородный и бесстрашный гепард удирает поджаб хвост. Битва между двумя змеями это изящная смертоносная танго. Каждый из оппонентов стремится заключить другого в объятия, дабы задушить. Поэтичная, но жестокая картина предстает перед вашими глазами. В этом сражении идут в ход все доступные средства. Клыки остры, как кинжалы. Кровь попадает в объектив камер. И до самого финала неизвестно, кто одержит верх. Обычно орлы не нападают на лисицу. Но везде есть свои исключения. Видимо, эта гордая птица чересчур поверила в свои силы. Налетев на лисицу, орел пытался взлететь с ней. Однако не смог. Лисица не упустила возможности и решила сбежать. Как вдруг птица совершила еще один маневр. И во второй раз опять неудача. В конечном итоге лисица убежала, оставив орла ни с чем. Не пытайтесь откусить кусок, который не сможете проглотить. Очередной боксерский поединок разворачивается между двумя зайцами. Не смотрите на то, что это маленькие милые зверьки. Их силы удара достаточно, чтобы нанести человеку легкое сотрясение. Это очень быстрый и мощный зверь. С этой точки зрения, подобные драки не выглядят такими уж и безобидными, не правда ли? Выражение «пархай как бабочка», «жаль как пчела», «как нельзя» лучше описывают эту ожесточенную баталью. Чего только можно не увидеть, наблюдая за дикой природой. В данной ситуации мангуст теснит львов. Насколько бесстрашный этот маленький зверек, просто невероятно. Даже львы, наверное, не ожидали такой храбрости. Но вероятнее всего, хищники были уже сытыми. И просто хотели поиграть с маленьким мангустом. Ведь они все еще львята. А вот и долгожданное сражение двух императоров. Царь леса против короля джунглей. В драке схлеснулись два молодых представителя своего вида. Агрессивное нападение тигренка вкупе с попытками медвежонка защитить себя не оканчивается ничем хорошим для косолапого зверя. Тактика полосатого убийцы забираться на спину и пробовать прокусить оппоненту шею – это главная стратегия охоты в дикой среде. Однако мишка защищен толстым слоем шкуры, которую очень сложно прокусить. Тигренку ничего не остается, кроме как уносить хвост. Мишке сегодня повезло. Возможно, это его первая победа в подобном противостоянии. На этих кадрах запечатлена страшная ситуация. Четыре диких собаки напали на косулю. И вот кажется, что все. Ей не выбраться, а собачек ждет славный ужин. Как вдруг на выручку косули прибегает гиппопотам. В мгновение ока он раскидал собак и те сбежали. Но косуля в реке еще долго не могла в себя прийти. Ей повезло, что она забралась на территорию гиппопотаму. Плачевная ситуация для медоеда. Еще чуть-чуть и он будет задушен змеей. На помощь к медоеду прибегают шакалы. Ну как на помощь? Видать, хотели полакомиться ими обоими. Но прикончив питона, бесстрашный медоед нападает и на шакалов. Тем самым, отогнав их куда подальше. Он взял в зубы рептилию и со спокойной душой убежал в свою нору. А на этом наша экскурсия по животному миру подходит к концу. Если досмотрел это видео до конца, то ты, безусловно, красавчик. Ну и как положено красавчику, не забудь поставить лайк. А также напиши в комментариях, битву между какими животными хотел бы увидеть ты. Всем спасибо за просмотр и пока!